Город комфортный для жизни, с красивой архитектурой и достопримечательностями. В областной столице начинает активную работу городостроительный совет. Он создан в 2012 году, но собирался редко. Теперь ситуация изменится, состав совета расширен. В него вошли известные архитекторы, представители общественных организаций и строительного бизнеса. Решения о развитии и преобразовании города должны приниматься консолидированно. Должно быть учтено мнение всех субъектов, участвующих в жизни и развитии города. В своем приветственном слове глава администрации Самары Олег Фурсов особенно подчеркнул. В городе есть ряд проблем, которые нужно оперативно решать. Одна из них – отсутствие в областной столице комплексной застройки. Город развивается в границах тех красных линий, которые были еще десятилетия назад утверждены. Это приводит к тому, что возникает сильнейшая стесненность в центре города. Возводимые объекты, к сожалению, строятся, жилые в первую очередь, строятся без достаточного количества парковочных мест. Это тоже является большой проблемой. Эти проблемы, они, конечно, должны решаться, они должны обсуждаться, и мы должны видеть перспективу решения этих проблем. Участники городостроительного совета высказали свои предложения. Чтобы разгрузить движения на дорогах в старой части города, ряд улиц предлагается сделать односторонними. У нас сегодня город задыхается, и можно сделать небольшие такие движения и как-то разгрузить вторую часть города. Вторую часть города надо определить и сделать улицы односторонними, потому что мы видим совершенно, что паркуются машины, и двухстороннего движения его нет. Но в то же время машины едут, потому что знаков нет. Обсудили и застройку исторической части города. Архитекторы предлагают провести дополнительный анализ вновь выявленных и уже стоящих на учете памятников архитектуры. Конечно, 30 лет назад это было ахи. Да, и мы любили, и рисовали в художественной школе, ходили в старые дворики, все восхищались. Но главное, это люди, конечно. И в каких условиях люди сейчас живут. И быть заложниками вот этой вот довольно призрачной идеи, сохранить все памятники истории архитектуры, это, по-моему, негуманно. Все предложения войдут в общий план работы. Также городостроительный совет будет рассматривать предложения по комплексному благоустройству города, установке памятников и скульптурных композиций, размещению объектов городского дизайна. Архитекторы будут вносить свои инициативы по формированию архитектурного облика города и методам сохранения историко-культурного наследия. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.